Утром субботы на конечной остановке 34-го автобуса под колеса иномарки попала женщина, которая ждала общественный транспорт. Ни водитель Карины, ни будущая пострадавшая не видели друг друга до последнего момента. Сидевший за рулем седана выезжал из двора задним ходом. Серьезных травм Хабараченко не получила только благодаря тому, что скорость иномарки была небольшой. Тем не менее, горожанка упала. По словам водителя, пешеход стояла не у остановки, а в стороне от нее, на пути иномарки. Пешеход парировала. Все местные жители ждут автобус именно здесь, стоя на проезжей части. Общественный транспорт не может подъехать к карману и останавливается поодаль от остановки. Опасных травм у женщины нет, только ссадины и ушибы. Автоинспекторам пострадавшая рассказала, что водитель не просто сбил ее с ног, но и протащил по земле. Мужчина заметил нештатную ситуацию, только когда женщина начала отчаянно стучать по машине кулаком. Он меня сбил с бампером, продолжал ехать. И когда я стала уже стучать кулаком и орать по бамперу, когда колесо уже мне было вот тут на бедре, так сказать, и он, когда остановился и вышел на машине. Автоинспекторы, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что автобусная остановка, обустроенная, мягко говоря, странно. К павильону автобус подъехать не может в силу своих габаритов. Останавливаться приходится на проезжей части, где и установлен соответствующий знак. Дело передадут в отдел дознания. Именно там установят степень вины того или иного участника этой истории. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Дедова и Андрей Алферов.